Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Начало недели выдалось грамотным. Президент Лукашенко принял верительные грамоты послов сразу 11 стран. Введите гражданина посла. И похвалил свою внешнеполитическую доктрину. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Общий посыл – давайте дружить и торговать. А послы и рады стараться. В шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях. Это от правительственного уровня до гражданского общества. В числе вручавших грамоты был и посол Испании. Как раз на следующий день после референдума об отделении Каталонии. Но Александр Лукашенко эту тему не трогал. Прагматичная политика требует не опережать события. Разобравшись с внешней политикой, глава государства встал на защиту деревьев и жесточайше запретил их вырубку. Не рубите дерева, не рубите! Мол, чиновники устроили чуть ли не заговор, провоцируя конфликты с горожанами. Вы что, меня специально перед населением подставить хотите? И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш. А еще президент повелел развивать малые деревни и хутора, искоренить как класс ветхие и пустующие дома, закончить долгострои. И вообще, навести в следующем году в стране идеальный порядок. В общем, оврал, да и только, что за 23 года не навели, за год должны отмарафетить. На людей надо немножко обращать внимание, а то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Интересно, на кого намек? Тут закрыто. Из чего это про людей вспомнили? Не иначе предвыборная кампания начинается. Я должен быть предельно трезвым, чтобы в графу поставить крест. Главным ньюсмейкером минувшей недели стала корова-белка. Сюжеты о ней в прайм-тайм показали все крупные телеканалы. А дело было так. Семья Снегир в деревне Ясень под Осиповичами растет пятерых детей, много свиней, гусей, кур, цесарок и кроликов. Но вот скопить на корову самим никак не получается. Поэтому и написали президенту письмо с просьбой подарить им кормилицу. Безусловно, такую уникальную семью президент не мог не заметить. И просьбу выполнил. От имени главы государства сегодня большой семье передали большой презент. На самом деле корову для снегирей купило местное хозяйство Ясень Агра, которое является банкротом. Но ради подарка от имени президента его раскулачили еще на сено с соломой и доильный аппарат. Хотим сказать огромные слова благодарности нашему главе государства Александру Григорьевичу, что сделал нам такой подарок. Эта белка, в отличие от запущенной пять лет назад на орбиту, дает 25 килограммов молока в день. К тому же еще беременна. Так что по весне в семье снегир ожидается пополнение. Коров государственные, а все, что она дает молоко или телят, это уже наше. В Минск по дороге из Москвы на родину залетел президент Венесуэлы. Николас Мадуро был напряжен и лишь изредка дежурно улыбался. Лукашенко старался приободрить коллегу. В Венесуэле не просто сейчас, но у нас было сложнее. Мы также делили по талонам продукты питания. Мне очень приятно быть здесь. Мы знаем, что среди настоящих друзей. Венесуэла делает новые шаги в экономике. Видимо, новые шаги – это тотальный дефицит и глубочайший кризис, в который погрузилась Венесуэла при правлении Мадуро, что отразилось и на двустороннем белорусско-венесуэльском товарообороте. Он упал более чем в сто раз. Сейчас рассматривается контракт в объеме 5000 тонн сухого цельного витаминизированного молока. Да уж, при Чавесе нефть танкерами возили. А сейчас взаимная торговля усохла до сухого молока. Но Лукашенко твердо пообещал венесуэльцам за пять лет все наладить. Вопрос, протянет ли столько Мадуро. Мы готовы все, что у нас есть, положить на алтарь победы в этой непростой ситуации и в борьбе. Вдохновленный президент Венесуэлы посадил сосну на аллее почетных гостей у Дворца независимости, получил в подарок от Лукашенко Габеллен, вручил в ответ картину, ну и открыл в Минске памятник отцу-основателю Венесуэлы Симону Боливару. Правда, уже без батьки. Боливар не выдержит двоих. Качество местных дорог надо поднять до уровня республиканских, потребовал Александр Лукашенко, посещая Слудский район. Ситуация с местными дорогами почти аховая. Отремонтировать надо 20 тысяч километров. Но в ближайшие четыре года запланирована реконструкция лишь 7 тысяч. А там, глядишь, и ныне целые придут в негодность. Эдакий перпетуум мобили. Там уже, видите, какая плохая. Размывает, конечно, постоянно. Эту дорогу делали 27 лет назад. Правительство обещает делать дороги быстро, дешево и качественно. А так бывает. Технологии, говорят, уже придумали дело за белорусскими машинами. Если у нас не получается, ну вот так, как у немцев, давайте проспособим обычному так, чтобы он, как он говорит, перемалывал дорогу и подливал там, извините меня, хоть с леником ходите и брызгайте. Наряду с убитыми дорогами Лукашенко озабочен безхозяйственностью. Подлетая к Слуцку, он увидел кукурузное поле, залитое дождем, и потребовал от руководителя Минской области навести порядок. Железная должна быть дисциплина. Увидел что-то не так, сказал один раз, не сделали, спрашивай на всю катушку. Но, похоже, вертикаль и сама не сильно слушается. Коль о дисциплине и порядке президент говорит уже третий раз за неделю. Но это же бардак. Зато ты главный. И о погоде. Доставайте зонт и резиновые сапоги. Всю неделю будет дождь и около плюс десяти. А вот в Сочи, куда в среду Лукашенко полетит на саммит СНГ, солнечно и 20 градусов тепла. Во вторник уже почувствуем дыхание Нового года. В ТРЦ-галерея откроется музей-фабрика елочных игрушек. В среду в Национальном историческом музее презентация приобретенных монет Великого княжества Литовского. В четверг в Национальном центре современных искусств открытие выставки финской фотографии. А в ДК профсоюзов государственный ансамбль песняры исполнит всеми любимые песни. В субботу в Белэкспо на проспекте Победителей пройдет фестиваль близнецов и двойняшек. Ну а главное культурное событие недели – субботний концерт в Прайм-Холле Вечно Молодого Гарика Сукачева и группы Бригада С. А моя бабушка курит драку! КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА